Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Взрывы, пожар, эвакуация. Очередной инцидент с арсеналом Минобороны. Кто ответит за события в Ичне? Он же Саша, он же Гога. Разоблачение журналистов в деле Скрипалей. Кого опознали? В ожидании Майкла к берегам США приближается очередной шторм. Удастся ли рассчитать направление урагана? В Министерстве обороны сообщили, что спасатели локализовали очаги пожара на военном складе под Ичне в Черниговской области. Интенсивность продолжает сокращаться. Над территорией складов наблюдается задымленность. Раздаются одиночные взрывы, так сообщают ведомства. На месте происшествия работают пожарные танки. Там же находится мой коллега Богдан Вербицкий. Он с нами на прямой связи. Узнаем от него последние новости. Богдан, добрый вечер. Что сейчас происходит на территории арсенала и какие основные версии этого ЧП? Добрый вечер, Наталья. Пожар на складе боеприпасов продолжается. Взрывы к вечеру участились. Силовики уже начали расследование этого дела. По версии полиции, главная причина диверсия со стороны Российской Федерации. Такое же мнение на заседании военного кабинета во главе с Петром Порошенком высказали и в СБУ. Но также спецслужбы не отрицают, что это могло быть и плохое поведение с правилами безопасности пожарной. Также они не исключают, что это могло быть умышленный поджог с целью якобы скрыть отсутствие каких-то боеприпасов. Президент во время совещания с силовиками распорядился провести тщательное расследование. В частности, допросить всех, кто охранял склады этой ночью. Я чекаю швидких результатов расследования. И очень ответственных. Потому что когда мы одновременно имеем подрывы трех баз, трех складов, когда за 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов, причем выбирково, не там, где зберегаются разукомплектованные боеприпасы або стрелецкая зброя, а именно системы сберегания систем залпового огня, враховывая близкость к российскому кордону, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, в военной прокуратуре, есть диверсия. Напомню, что первые взрывы местные жители услышали еще в три часа ночи, вот как проходила эвакуация, и когда люди смогут вернуться домой, все подробности в материале. Около трех часов ночи жители Ични и близлежащих сел проснулись от громких взрывов и ярких вспышек в небе. Признаются, подобного еще никогда не видели. Пожар охватил сразу пять складов арсенала. Спустя несколько минут после первых взрывов в Ични и близлежащих поселках объявили эвакуацию. На место ЧП выехало высшее руководство вооруженных сил и спасателей. Согласно сводкам ГСЧС, в первые часы эвакуировали 12 тысяч местных жителей. В продюсе 30 километров закрыли воздушное пространство. Также остановили движение автотранспорта и поездов. Там сейчас работают пожарные танки, которые специально прибывали, например, из Десни. Все соперные работы будут проведены только после того, как уже будет потушена эта пожар. Один из подразделов вооруженных сил Украины планирует провести там, а сейчас проводит там аэророзвитку. По факту ЧП в Минобороны и СБУ начали следствие. Переверяется несколько версий событий СБУ Украины. В частности, версия о возможном выполнении диверсии. На данный момент заданиями оперативной группы Генерального штаба, которая провела опитывания читовых на постах, они подтверждают факт выбухов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала. Доклады силовиков ждет и президент Петр Порошенко. Глава государства требует скорейшего расследования пожара на складе. Проследил за ходом эвакуации и премьер Владимир Гройсман. Глава правительства проинспектировал временные приюты для постадавших и пообещал помочь с ремонтом домов. Я говорю всегда так, что там зруйнуют дом, мы его отновим. Зруйнуется дах, мы его отремонтуем. Но самое главное – это безопасность и здоровье людей и детей. Вот над этим сегодня работаем, в полной координации, целодобово. И все сделаем для того, чтобы быстро вернуться. А пока вернуться домой не получается, волонтеры создают домашние условия для эвакуированных. Первые стравы, супы, борщи, все у нас есть, каши, картофель, макароны, бутерброды. Все нам помогают, все. И школа, и приносят продукты, и влада, все нам помогают. Но если с продуктами проблем нет, то психологическое состояние людей тяжелое. Жители военного городка признаются – покидать родной дом трудно. Жителям военного городка обещали помочь нардепы. Для этого создали специальный штаб. Вернуться в свои дома местные жители смогут только завтра. При условии, если пожар удастся полностью. Ольга Теребинская, Богдан Вербецкий, Дмитрий Курченко. Подробности – телеканал «Интер» из Черниговской области. Жители Харьковской области, которые пережили взрывы на двух арсеналах – в Лозовой в 2006 году и в Балаклее в 2017-м – первыми откликнулись на ЧП «Вычни». За полдня они собрали для пострадавших гуманитарную помощь – 22 тонны продуктов. Их предоставили предприятия региона. Желающие помочь привозили продукты из разных концов области в центр Харькова. Затем курсанты-спасатели собрали все в одну фуру, которая отправилась в Черниговскую область. К пострадавшим от взрывов людям груз прибудет уже сегодня ночью. С утра мы начали работать с нашими районами, нашими предприятиями, предпринимателями. И с трех часов начали загружать машины. Это хлеб, пода, мука, овощи, колбаса, сахар, масло растительное. То есть то, что необходимо людям на первое время для того, чтобы пережить данные трудные моменты. Начальника хранения вооружения арсенала в Балаклее восстановили в должности. Такое решение принял Харьковский апелляционный админсуд. Помимо этого, Сергею Кравченко должны выплатить зарплату и премии за все время, пока он был отстранен от службы. Сам же склад по-прежнему находится под усиленной охраной. Такие меры ввели после взрывов весной 2017 года, а затем ужесточили после пожара в мае этого года. Здесь установили несколько комплексов противодействия беспилотникам. Спустя почти полтора года разминирование на территории склада продолжается. Снаряды, которые не взорвались во время пожаров, вывозят и утилизируют каждый день. Завершить работы военные планировали до конца года, но после сегодняшних взрывов часть саперов из Балаклея отправится в Ичнюк. Орсенал постоянно перебывает в посиленном режиме захоронения. Ну, как я скажу, все заходы, какие возможны, которые выделяются у нас, засоби, застосовываются, чтобы не допустить повтору данной ситуации. Звычайно у нас появились засобы РЭП радиоэлектронной боротьбы, для боротьбы с беспилотными летальными аппаратами. Один украинский военный пострадал в результате вражеских обстрелов на востоке Украины. Сегодня боевики 16 раз накрывали огнем позиции наших бойцов, используя артиллерию, крупнокалибренные пулеметы и противотанковые ракетные установки. Напряженной остается ситуация на Донецком направлении. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Вот там, где говорят, двойной столб, вот отсюда они напрямую валят. Фронтовой поселок Пески. Это почти окраина Донецка. По близости то, что осталось от Донецкого аэропорта. Позиции украинских военных тут, что называется, нос к носу с окопами боевиков. По карте у нас отсюда до них 600 метров, 700. Но последнюю неделю они активизировались, они подходят намного ближе, можно снять кусты. До них получается 300 метров. 300, 200, 150. Они подходят как можно ближе. Но опять же, у нас перемирие. Мы не стреляем. Они потихоньку подходят, 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 подходят. Когда уже начинают стрелять, что прям видно выход огня из пламя гасителя, туда уже начинаем им потихоньку поддавливать их. Перемещаться между наблюдательными постами и огневыми рубежами здесь можно лишь под прикрытием остатков зданий или окопов. На такой дистанции это основное правило выживания. Каждый метр этой территории простреливается. И снайпер вылезает, когда мы работаем, тоже одиночными по нам работе стреляют. Больше такого. Воги прилетали тоже пару разов. Тихенько подлезают, работают. Мы тоже им насыпаем. Все под круглосуточным присмотром врага. На земле это снайперы и корректировщики, в воздухе беспилотники. С их стороны ситуация мониторится постоянно. Они, ну и так же, как и наши, так же и их стороны мониторят постоянно. Появляются беспилотники и летают летние каждую ночь. То есть это обычная вещь, но они высоко летают. Ну, настолько высоко. То есть достать не имеет смысла иногда. Нереально просто. То есть, но работают, работа ведется. Оборона песок в настоящий момент это классическая позиционно-окопная война. Каждый метр новых укреплений и вдоль и в глубину это дополнительная гарантия безопасности. И хотя в настоящий момент здесь тепло, осень уже на дворе. А значит, окапываться нужно еще интенсивнее. С приходом осени стали работать активнейшие снайперы, потому что зона видимости уже стала яснейше, чем раньше в зеленый период лета. Мы также до этого уже готовимся, укрепляем наши позиции, маскуемось. Кроме того, скоро День защитника Украины. В такие праздники, эскалации и массированные обстрелы со стороны боевиков – это уже традиция. Поэтому каждый день здесь появляются новые укрепления. Руслан Смещук, Богдан Савруцкий, Игорь Щепет. Подробности – телеканал Интер. Новое разоблачение в деле Скрипалей. Журналисты-расследователи раскрыли личность второго подозреваемого в отравлении новичком. Оказалось, что настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Это военный доктор и офицер ГРУ России. Что еще раскопали журналисты, узнаем от Светланы Чернецкой. Мы на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. Это ваши настоящие имена? Да. Да, это наши настоящие имена. А вот и не Петров, уверяют журналисты группы «Беллинкет». Это расследователи, которые уже подтвердили, что и Баширов – не Баширов, а Анатолий Чепига. Петров же оказался Александром Мишкиным из маленького поселка Лойга в Архангельской области. Он хорошо учился в школе и был местным диджеем на дискотеках. После 11 класса поступил в военно-медицинскую академию в Петербурге. Это главный российский центр подготовки военных врачей. Там его и завербовали в агенты разведки. Сейчас, конечно, российские власти находятся в очень тяжелой ситуации, поскольку, с одной стороны, их очень хочется обвинить журналистов в том, что они получили доступ к закрытой информации. С другой стороны, это вынудит их признать в том, что информация подлинная. Как и его коллега, Мишкин получил звание Героя России. И тоже, скорее всего, за участие в спецоперациях в Украине. В Украине зафиксированы несколько поездок доктора-спецагента, которые пришлись на время Майдана в 2013-м. И в Беллингкетт уверяют, что он непосредственно участвовал в захвате госучреждений на востоке страны. Пока неизвестно воинское звание Мишкина. Учитывая образование и трудовой стаж, он, скорее всего, подполковник или полковник ГРУ. Все эти данные журналисты Беллингкетт добыли из открытых источников паспортной базы и базы регистрации машин и квартир. Также они провели многочисленные интервью со знакомыми Мишкина, а еще нынешними и бывшими агентами. Всю эту информацию Беллингкетт уже передал Скотланд-Ярду. Там продолжается расследование отравлений в Солсбери. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Протесты профсоюзов. Митинги прошли в нескольких областных центрах. Люди недовольны заявлениями правительства об очередном повышении цены на газ и хроническим недофинансированием бюджетников. Какие еще требования прозвучали? Об этом в материале. Преподаватели вузов, учителя, воспитатели. Они требуют от Кабмина поднять минимальную зарплату до 7,5 тысяч гривен. Учитель, который приходит только после закинчения вуза, до 3 тысяч, 3,5 тысяч, что это за зарплата? А если учителя имеет семью, детей? Люди возмущены. Их оклады едва и не самые низкие. Тут большинство освещенных людей, которые протягом 5 лет, например, добывали аттестат, диплом. Метой того, чтобы потом тут творить и учить других студентов. Виходит так, что оно никому не потребно. Пришли на акцию шахтеры. Говорят, заработанных денег не видели еще с лета. Задолженность уже около 60 миллионов гривен. На 19-й год снова наш уряд забылся про шахтеров, что нужно им поддержку. Чтобы снова не было такой год, как этот год. Мы каждый месяц ездим в страйку, выбиваем ту зарплату, которую тяжким трудом наши хлопцы получили под землей. Вышли на акцию бюджетники и в Ривне. Уровень жизни люди называют нищенскими, протестуют против мизерных зарплат и неподъемной коммуналки. Зарплата остается уже в некоторой мере поперцами. Поэтому мы требуем сегодня не увеличение наших тарифов. Светлана Границкая на государство трудится более 40 лет, но даже получая пенсию и зарплату, приходится не жить, а выживать. Забыжение народа нашего растет, это увеличение зарплат, что уряд рассказывает по телевизору и кругом, оно ничего не дало, потому что взросли цены на все продукты, взросли тарифы на газ, на электроэнергию. Если будет так, как декларуют, 12-13 тысяч за тысячу кубических метров газа, это вообще выжить никак никто не сможет. Погасить многомиллионную задолженность по зарплате, вернуть надбавки и доплаты требовали сегодня медики в Ивано-Франковске. Станом на 1 жовня поточного року в шести районах области протерминована заборгованность из выплаты заработной платы. И она на сегодняшний день складает около 20 миллионов гривен. Зарплата не ниже 7,5 тысяч гривен. Поддержка малого и среднего бизнеса, прекращение роста цен на коммуналку – это далеко не полный список требований, которые озвучили пикетчики в Ужгороде. Сегодняшнюю всеукраинскую акцию пикетчики назвали предупредительной и уже готовятся к новой. Ее планируют провести 17 октября возле Верховной Рады. Галина Якушко, Снежана Сидорук, Жанна Дучак, Марьяна Мартин. Подробности телекнул Интер. В Украине недостаточно поддерживают малый и средний бизнес. Об этом сегодня говорили на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики. Предприниматели жаловались народным депутатам, что нелегальный бизнес в регионах процветает, а вот для развития легального условий практически нет. Многие вынуждены уходить в так называемую тень, минимизируя налоги, или же уезжать за границу. Я хочу, чтобы прекратилось незаконное предпринимство. Я не хочу, чтобы правоохранные органы в каждом месте крешували нелегальных предпринимателей, а от этого страживали легальные предприниматели, которые платят податки. И есть два закона, которые мы сегодня будем просусти, чтобы уменьшить навантажение на них. Первое. Другое. Чтобы выполнили вимоги, обещания политики выполнили про податковые каникулы и создали комфортные условия для их деятельности. Нам нужно сегодня повышать пенсии, повышать социальные выплаты. Для этого, безусловно, нужна работающая экономика. Но что сегодня происходит? С одной стороны, принимаются законы, которые кошмарят малый и средний бизнес. Мы выступаем за то, чтобы сегодня провести разрешительную гильотину, запретить проверяющим органам ходить, накладывать штрафы, накладывать аресты. В Черкасах полицейские стали участниками ДТП. Машина, на которой они ехали, на бешеной скорости врезалась в микроавтобус. Интересно, что иномарка, в которой находились правоохранители, была с литовскими номерами. Все детали этой аварии выяснили мои коллеги. Разбитые в дребезги машины и куча запчастей на дороге. Трудно поверить, что в этой аварии никто не погиб. Все участники отделались лишь многочисленными ушибами. Это водитель автобуса и четверо полицейских. Авария произошла на глазах у десятков очевидцев. Это видео с регистратора Виктории Кучеренко. На нем видно, как Ауди на евро номерах мчится с бешеной скоростью, едва успевая маневрировать между машинами. На нерегулируемом перекрестке Гонщиков остановил бус, который резко вырулился в второстепенной дороге. Когда из Ауди выскочили полицейские, очевидцы не поверили своим глазам. Елена возмущена. Говорит, этот нерегулируемый перекресток всегда был аварийным. И правоохранители прекрасно об этом знают. Невозможно дорогу ни утром, ни вечером перейти. Невозможно. Они на работу летят больше 140. А здесь авария каждую неделю, и никто ничего не делает. Несмотря на слова свидетелей, патрульные, которые приехали на вызов, не подтвердили нам, что в иномарке на литовских номерах были их коллеги. А вот предварительную причину ДТП назвали сразу. Водей автомобиля Форд не надав переваги в Руси водею автомобиля Ауди, который ехал главной дорогой по улице Благовісний. Ближе к обеду в областном управлении полиции все же подтвердили участие коллег в аварии. Хотя рассказывать, куда ехали и почему на машине с литовской регистрацией не стали. В общем, належный автомобиль, а кому она належит, на каких приставах керувал воде и данным транспортным заставам, будет рисовывать история предварительной полиции в рамках данного подъема. Сейчас в главке решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП. А в отношении своих сотрудников обещают провести служебное расследование. Константин Редин, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Сегодня в пасе говорили о санкциях против национальных делегаций. Дебаты развернулись нешуточные. Чем закончилась дискуссия, узнаем от Ирины Ивановой. Самые жаркие дебаты стартовали после доклада бельгийского делегата Петре де Сутер. Именно она подготовила документ об изменениях в регламент. Украинская делегация, как и обещала, устроила жесткую критику ее предложений. Один из представителей Верховной Рады решил продемонстрировать способ, как уберечься от России, которая, по его мнению, может вернуться в Ассамблею в случае принятия нового документа. Я считаю, мы все должны подготовиться к так называемому диалогу с российскими представителями. Лично я подготовился. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Они нужны нам всем, чтобы здороваться за руку с российскими представителями или держать ручку двери для них. Потому что в противном случае это будет опасным для наших жизней. Отсылки к отравлению в Солсбери неоднократно звучали в пассе. Однако их недостаточно, чтобы убедить генсека Совета Европы. Он настаивает на возобновлении диалога с РФ. Господин Гончаренко направил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в этой Ассамблее. Это не была моя личная инициатива. Я не вмешиваюсь в дебаты. Моё мнение по этому поводу таково. Нельзя лишать людей, которые заседают в этом зале, права на голосование. Дебаты длились целый день. В перерыве эмоции только усилились. Сегодня Украина фактически змушает Европу задать про принципы, про которые они нам декларуют. Они учат наше суспільство, рассказывают, что мы должны жить, как в Европе. Для начала нужно по правде жить. Вертать или не вертать делегацию, потому что им не платят гроши. Я думаю, что это не предмет для дискуссий. Судьба доклада была решена во время вечернего обсуждения. Документ, который наделал много шума в ПАСЕ, вернули на доработку. Это автоматически закрыло путь России в ПАСЕ в следующем году. Но и продлило конфликт, который существует между Ассамблеей и Комитетом министров. Это означает, что мы вернулись в точку 1, с точки, с которой мы начинали. Вот эта проблемная ситуация между двумя уставными органами Совета Европы, Комитетом министров и Парламентской ассамблеей остается. Дискуссия продолжается, дебаты по этому вопросу продолжаются. Доклад отправили на доработку в три комитета. По мере готовности его вынесут на голосование на одной из последующих сессий ПАСЕ. Из Трасбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. И снова на допрос. Израильский премьер опять общался со следователями. Одно из дел, фигурантом которого он является, собираются передавать в суд. В общей сложности против главы правительства проводятся четыре расследования. В чем подозревают Нетаньяху, расскажет Сергей Ауслендер. Новый допрос главы правительства, который проводили полицейские следователи у него в резиденции, длился пять часов. Допрашивали премьера по делу 4000. Крупнейший провайдер связи Безек получил от правительства определенные льготы в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на ведущем израильском интернет-портале Валла, которым владеет Безек. Да тут еще другое дело. О дорогих подарках его полиция собирается передавать в суд. Известный бизнесмен Арнон Мильчин, как выяснили следователи, дарил премьеру очень дорогие подарки. Коллекционный алкоголь, сигары, украшения для жены. В принципе в том, что один человек дарит своему другу подарок, даже если это бутылка виски за 5000 долларов, ничего особенного нет. Тем более, если это известный голливудский продюсер и вполне может себе такое позволить. Но если тот, кто получает подарок, занимает высокий государственный пост, а у дарителя в этой стране есть серьезные бизнес-интересы, вот тут возникает обоснованное подозрение, что это был не подарок, а взятка. Если в обмен на взятку оказали требуемые услуги, это вообще серьезно. Бывший премьер Ихут Ольмерт получил за подобное преступление срок. Если нет, это называется подрыв общественного доверия. И когда чиновник такого высокого уровня, министр или глава правительства, берет деньги, подарки дорогие, очень много, и государство не может доказать, что он за это что-то сделал, несмотря на это у нас существуют серьезные подозрения, что это неправильно. Что поступив таким образом, премьер-министр нарушил то общественное доверие, которое ему было доказано. Тут уже вопрос меры и степени, но пресловутое нарушение общественного доверия стоило многим чиновникам карьеры. А тут еще начался процесс против супруги премьер-министра Сары Нетаньягу. Сары Нетаньягу, супруги главы правительства, инкриминируют растраты в районе около 100 тысяч долларов того бюджета, который был выделен государством на резиденцию главы правительства, на то, чтобы они там жили, принимали людей и так далее. Сейчас защита жены премьера и обвинения ведут переговоры о досудебной сделке. Что касается самого премьера, то он все обвинения отрицает. Хотя на носу выборы и все эти истории могут повлиять на их результат. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. В ожидании нового шторма Америка, не оправившаяся еще от последствий Флоренс, готовится встретить новый ураган Майкл. Его жертвами в странах Центральной Америки уже стали 13 человек, а сейчас стихия приближается к берегам США. Дмитрий Анопченко выяснил, насколько все серьезно. Сила ветра 150 километров в час. Бесконечные ливни, которые привели к наводнениям. В Сальвадоре и Никарагуа ураган уже забрал 13 жизней. И по данным метеорологов, только усиливается, продвигаясь по направлению к Флориде. Национальный Центр по контролю за ураганами прогнозирует, что достигнув американского побережья, Майкл усилится до третьей категории из четырех возможных. А это уже очень серьезно. Опасность еще и в том, что в районе, который может зацепить стихия, ведется добыча нефти. Крупнейшие мировые компании, в том числе ExxonMobil и BP, уже приняли решение свернуть работы в Мексиканском заливе. Эвакуируют персонал, пятая часть нефтедобычи заморожена. Погода сейчас настолько непредсказуемая, что даже суперкомпьютеры метеорологов не способны рассчитать, в какую сторону двинется ураган. И поэтому местным властям, чтобы не рисковать, это ведь человеческие жизни, приходится проводить масштабную эвакуацию из всех районов, которые только теоретически могут пострадать. Губернатор Алабамы ввела в штате чрезвычайный режим. В курортной Флориде распорядились провести принудительную эвакуацию в нескольких округах штата, призвав остальных жителей следить за оповещениями. Дескать, им тоже может в любой момент прийти указание покинуть свои дома. Штормовые волны, дожди, наводнения. Если вам скажут покинуть дома, сделайте это. Не ждите до последней минуты, потому что этот шторм отличается от всех, какие я видел за все время работы. Он невероятно быстрый. А туристы массово сдают билеты. Ведь есть угроза, что совсем скоро аэропорты закроют. И те, кто уже вылетел или еще решится вылетать, могут застрять на несколько суток в залах ожидания. Ураган Флоренс недавно принес убытков, только вдумайтесь, на 50 миллиардов долларов. И многие люди остались без страховых выплат, все расходы за свой счет. И поэтому новое испытание ураган Майкл ударит не только по территории Америки, но и по ее экономике. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Италия и Евросоюз никак не могут прийти к согласию. В Брюсселе крайне недовольны тем, что итальянцы хотят принять дефицитный бюджет на следующий год. Чем это грозит Риму и самому ЕС, разбиралась Елена Абрамович. Еврокомиссия готова пойти на беспрецедентный шаг. Отклонить национальный бюджет Италии, пишут брюссельские СМИ со ссылкой на дипломата. Ведь предложенный Римом документ предусматривает огромный дефицит. И это нарушает финансовые директивы Евросоюза. Итальянское правительство в ответ угрожает. Последствия могут быть непредсказуемыми. Я сказал об этом главе Европейского центробанка Драги, и он обещал подумать. Не об Италии, конечно. Я имею в виду, что он подумает об избежании серьезного кризиса в Европе. Об угрозе кризиса предупреждал и Брюссель. Издалека. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что если все страны ЕС будут планировать такие чрезмерные траты, как Италия, добром это не закончится. За это министр внутренних дел Италии Матео Сальвини грозился даже в судно Юнкера подать. За преувеличение долга страны. Враги Европы это те, кто сидят в брюссельском бункере. Враги европейского народа, счастье европейцев, это Юнкер и Москвиси, которые принесли страх и нестабильность с трудоустройством в Европе. В Еврокомиссии в ответ напомнили рекомендации о том, что Италии следует снизить госдолг, который достигается от 30% ВВП, утвердили единогласно еще на свете ЕС прошлым летом. И Италия, кстати, тоже поддержала документы. Что же касается безработицы, то Брюссель все эти годы помогала Риму бороться с ней. Из 12 миллионов новых рабочих мест, созданных в ЕС Еврокомиссии за время работы Юнкера, почти миллион приходится на Италию. Я добавлю, что в период комиссии Юнкера 2015-2018 годов объемы гибкости, которые получила Италия от ЕС, достигли 1,8% ВВП, приблизительно 30 миллиардов евро. Письмо с просьбой изменить бюджетные расходы Брюссель отправил Риму еще на прошлой неделе. Но там заявили, идти на уступки не собирается. На поиск компромисса сторонам осталось считанные недели. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Делегация Украинской Православной Церкви с пастырской миссией сейчас находится в Западной Европе. В Страсбурге представили выставку уникальных христианских реликвий. Все подробности визита в нашем материале. Храм Всех Святых в Страсбурге. Заложенный 15 лет тому назад, он является единственной православной святыней в регионе. Сегодня в нем прошла особенная утренняя литургия. Ее провел владыка Виктор, епископ Барышевский. Он приехал во Францию в рамках миссии Православной Церкви в Западной Европе, посвященной 1030-летию крещения Киевской Руси. Целый год мы сгадываем эту событию. Мы проводим различные заходы, которые связаны с этим долоносным выбором Ревнопоставного князя Володимира, который крестил наш народ, наших предков, нашу землю. И поэтому мы приехали сюда, в Страсбург, далее нас еще и ждут другие места Европы, для того, чтобы поделиться многими сторонами нашей христианской истории. Для того, чтобы разом поговорить, подумать, усвідомить глубину того дару, который мы отримали после хрещения Киевской Руси. В подарок делегация привезла икону всех преподобных отцов Киево-Печерских. Ее написали в Украине и сегодня освятили. Еще один подарок миссии – выставка православных святынь, посвященных крещению Киевской Руси. Уникальные экспонаты представили в стенах Совета Европы во время специальной конференции. Еще об одном аспекте этой выставки я хотел бы сказать. Это то, чтобы здесь делегаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы прикоснулись к нашим ценностям, прикоснулись к нашим традициям и немножко наполнились духом, которым живет украинский народ. Наша церковь за тысячелетнюю историю явилась тем крегольным камнем, который сформировал нашу культуру, наши традиции и образ жизни украинского народа. Тут есть те экспонаты, которые рассказывают про тысячелетия хрещения Киевской Руси. Я хочу напомнить, потому что именно этот юбилей, на мою думку, был катализатором больших изменений в тогдашнем Радянском Союзе. Тут есть и давние экспонаты, которые рассказывают про достижение нашей истории, а также и современные. Специальные гости в стенах Совета Европы. Академический хор Киевской Духовной Академии и семинарии вместе с победителем талант-шоу священником Александром Клименко. Уже завтра делегация отправляется с визитом в Милан, чтобы посетить местную украинскую диаспору. Из Страсбурга Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Книга о церковной жизни, изданная светским языком. В Киево-Печерской лавре презентовали фолиант о жизни в святой обители. Больше расскажет Юлия Жешко. Под куполами Успенского собора принимают гостей. Верующих, журналистов, иностранцев и священнослужителей. Здесь отмечают несколько событий. Одно из них – великий православный праздник – День Иоанна Богослова. Сегодня, дорогие братья и сестры, шановые журналисты, я думаю, что больше всего сегодня ваше свято. Потому что Иоанн Богослов был проповедником, был той человек, которая проповедала Христа. В этот же день решили презентовать и книгу «Лавра 4 сезона». На ее подготовку ушло два года, а на печать – 24 тонны бумаги. Руководителем проекта выступил наместник Киево-Печерской лавры. Он отметил, что это издание создано, чтобы историю святыни помнил каждый. В авторской команде рассказывают, чтобы собрать лучшие фото, пришлось потрудиться. Сложно, сложно. Люди очень закрыты. Конечно, хотелось живой жанровой фотографии, не протокольной. Для меня это великая радость и великая честь. Скажу, почему. Потому что я хочу, чтобы в всем свете знали про монастыри, и про нашу державу, про наш боголюбивый, и я бы сказал, святый народ. Среди трудностей были и финансовые. Ведь издательство альбома весом в 7 килограмм – дело не дешевое. Но благодаря поддержке прихожан, в том числе и политиков, книгу все же издали. Работали над ней дизайнеры, фотографы, журналисты и ряд других экспертов. «Лавра 4 сезона» содержит подробное описание святынь и разъяснение церковных канонов. Это было очень интересно. Это был для меня новый опыт, необычный опыт. Хотелось бы просто своей работой видеть за те годы, которые я провел в «Лавре». Я надеюсь, что это удалось. Но самое главное, что «Лавра 4 сезона» написана не церковным, а светским языком. Поэтому она понятна не только прихожанам, но и людям, не приближенным к церкви. Эта книга предназначена для всех людей. Особенности я бы хотел, те, которые еще не знают путь христианина. Поверьте, дорогие братья и сестры, не сомневайтесь, Христос есть. Книга издана на нескольких языках. Ее уже можно приобрести в стенах Киева-Печерской лавры. Юлия Жешко, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Оппозиционеры призывают украинские власти не допустить 14 октября провокации в Киеве. В этот день в Украине отмечают День защитника Отечества, а православные христиане празднуют покров Пресвятой Богородицы. Конечно, возможно провокация. Возможно провокация. Но я уверен в том, что у Министерства внутренних дел, у Службы безопасности Украины хватит сил, чтобы эти провокации все пресечь. Вообще нужно сделать так, чтобы колонна с шествующими прошла мимо, не по Лаврской улице, а пошла по другим улицам. И не проходила мимо Лавры, чтобы не было даже возможности каких-то провокаций. Нам известно о том, что формируются из регионов Украины некоторые группы этих провокаторов, которые будут наоборот устраивать какие-то заворушения. И потом, когда их будут, скажем, задерживать, там у них будет наличие каких-то удостоверений, связанных с православной церковью, каких-то организаций, которые сейчас выступают за мир в стране. Кто из европейских лидеров повторил танец Терезы Мэй и как выбирали лучшего в мире бармена? Об этом мы не только в нашем обзоре. Более 600 мигрантов спасла охрана Марокко в Средиземном море. Люди добирались к берегам Испании. За два дня в регионе насчитали 31 лодку с беженцами из Африки и Ближнего Востока. Суда, на которых плыли нелегалы, были в плохом состоянии и почти сразу начали тонуть. Испания остается одним из наиболее популярных пунктов назначения среди мигрантов. С начала года в страну прибыли более 38 тысяч человек. Станцевал как Мэй президент Еврокомиссии Джан-Клод Юнкер сделал несколько танцевальных па, пока ждал завершения музыки. Это напомнило уже знаменитое выступление британского премьер-министра Терезы Мэй. Она на съезде своей партии приплясывала под песню Абы Дэнси Квин. Ее танец потом сравнили с движениями робота. Представитель Юнкера утверждает, что президент не намеревался никого пародировать. В Сиднее сотни жителей города вышли с фонариками к знаменитому оперному театру. Множеством ярких лучей активисты пытались перекрыть рекламу конных гонок, которые проектировали на фасад здания. Люди считают театр не место призывам к азартным играм. Люди простояли до тех пор, пока проекцию изображения не выключили. Самые большие в мире качели из разноцветных карандашей строит рельмесленник из пакистанского города Карачи. Белал Асиф использовал для этого 30 тысяч карандашей, которые привозил когда-то со всего мира. Мужчина надеется, что его качели попадут в книгу рекордов Гиннеса. Они уже почти готовы. Показывать свои творения экспертам Асиф планирует в начале зимы. Лучшего в мире бармена выбрали на чемпионате в Берлине. Им стал австралиец Орландо Марзо. Всего в состязаниях приняли участие почти 10 тысяч барменов. Но в финал попали только 56. Сделанные ими напитки оценивали по внешнему виду, технике приготовления, вкусу и креативности. Латвийская певица Лайма Вайкули выступит в Киеве. Уже завтра она представит свою новую программу «Быть счастливой». Чем она планирует удивить своих поклонников, знает Ксения Боровиненко. Лёгкой джазовой походкой От тебя ушла я в осень. В ритме своих песен, лёгкой джазовой походкой, заслуженная артистка Латвии Лайма Вайкули начала свой путь к вершине музыкального олимпа. В 15 лет она стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под управлением композитора Раймонда Паулса. Именно он помог создать хиты певицы, которые до сих пор популярны среди тысяч слушателей. С самого начала своей карьеры Лайма Вайкули была примером европейской изысканности и утончённости, которая совершенно не вписывалась в советскую эстраду тех времён. И до сих пор певица не изменила себе и своему хорошему вкусу. В Киеве Лайма Вайкули представит программу «Быть счастливой». Ведь за годы творческих взлётов и личных разочарований певица узнала цену настоящего счастья. Завтра в 7 вечера она выступит вместе с латвийским исполнителем Янисом Стибелесом, а также ансамблем трубачей и шоу-балетом Елены Калиденко «Фридом». И на мне хватило для счастья целой встречи. Ксения Барвиненко, подробности, телеканал «Интер». Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин